всем привет в этом видео я покажу вам весь процесс оцифровки пленки расскажу немного о фотоаппаратах и продемонстрирую результаты оцифровки негатива с помощью сканера и цифрового фотоаппарата разбирая старые негативы захотелось рассмотреть отдельные кадры получше некоторым снимкам уже около трех десятков лет сделаны они были на старые советские фотоаппараты решил так сказать стряхнуть песок с этой техники покопаться в прошлом смен 8 и смен 8 м за все годы было выпущено около 20 миллионов экземпляров стоил фотоаппарат 15 рублей в 45 году завод 373 лома изготовивший фотоаппарат был вывезен из восточной германии заводов цейса во всем модельном ряде фотоаппаратов смена используется цейсовский объектив с триплетом т43 4 на 40 фотоаппарат panasonic lumix lx3 это известная модель 2008 года с экстраординарным светосильным объективом лейко и крупной матрицей из-за своей компактности он используется как вторая профессиональная камера сначала отсканируем негатив при помощи имеющегося сканера epson v200 фото это планшетный сканер с оптическим разрешением 4800 dpi модель 2007 года эти снимки сделаны в конце 90-х на фотоаппарат смена 8 мой первый фотоаппарат утилита epson scan имеет настройки для новичка и и профессионала установилась диска на старый компьютер под windows 7 внестина Продолжение следует... Далее сделаем снимок на цифровик с негативом, используя лампу сканера. Посмотрим, что получилось и сравним результаты. Как видим, на снимке со сканера более высокая резкость. Цвета также более правильные. Я их не корректировал, но думаю, могут быть проблемы с цветом на цифровике даже после коррекции. В результате сканер показал лучший результат. Для непрофессиональной оцифровки можно вполне его использовать. Отдельные снимки при необходимости печати лучше оцифровать на профессиональном оборудовании. Спасибо за просмотр. Буду благодарен за ваше замечание и другую информацию по данной теме. На этом всем удачи и пока. Пока-пока.